Ангелина Вовк могла за счет мужчин сделать крутую карьеру. Будильник, утренняя почта, музыкальный киоск, спокойной ночи, малыши, песни года. Ангелина Вовк вела самые популярные программы, проходила без пропуска в Моссовет, беспрепятственно въезжала на машине в Кремль. Не было такой семьи, где бы телеведущую не знали. Однако немногие в курсе, что начинала Ангелина Михайловна как актриса и что сейчас она заведующая кафедрой Института культуры. Это было на первом курсе. Я поехала в Ленинград к своей подруге Ларисе. А она встречалась с сыном Товстоногова Сандро. И Лариса уговорила меня пойти к Георгию Александровичу показаться. Мне позвонила ему, он согласился меня прослушать. Пришла такая в шубке, роскошная прическа, духи французские. Он остолбенел. Уже не помню, что прочла. Товстоногов начал меня расспрашивать. В итоге сказал, хорошо, я беру вас. Завтра приезжайте в театр. На следующий день мы поехали в театр. Хотя, если честно, мне не хотелось ни идти составлять, ни Москву. Входим, и я вижу, что он идет навстречу. Вот нахалка говорит, я тебя уже целый час жду. Сейчас уезжаю, вечером приходи. Я пообещала. Но у меня воспалился палец на ноге, сразу отвезли в больницу. Сделали операцию. Вернулась в гостиницу. Нога забинтована, и вдруг раздается звонок. Снимаю трубку, мужской голос. Как ваши дела? Я начинаю кокетничать. Мужчина говорит, вы хоть знаете, с кем говорите? Конечно, это Костя. Нет, не угадали. А, Николай Николаевич? А Иван Моисеевич вас не устроит? Говорит. И тут я понимаю, кто это. Буквально выдыхаю. Георгий Александрович? Почему вы не пришли в театр? Я начала объяснять, что проблемы с ногой, и я должна ехать в Москву. Когда вы собираетесь приехать? Весной. Мои подружки просто обалдели, чтобы сам Тостя Нога позвонил какой-то девчонке-первоплеснице. Гетисе об этом никому не сказала, думала, что обошлось. Но как-то прихожу на урок, гри-гри, а он говорит. Тут мне бывшие ученики прислали письмо из Ленинграда. Есть у нас одна Мэрилин Монро, и выразительно смотрит на меня. У меня душа в пятке, но вроде бы не рассердился. А спустя годы в Москву на гастроли приехал БДТ. Я иду по театру, и вдруг навстречу мне Товстаногов. Здравствуйте, Георгий Александрович. Он посмотрел на меня и отвернулся. Я рассказала об этом Индржиху, второй муж телеведущей. И опять прошли годы. Мы с мужем приехали в Ленинград на концерт Спивакова. В ложе сидит Товстаногов. Индржих говорит. Подойди, поздоровайся. Я подхожу. Здравствуйте, Георгий Александрович. А он. Я телевизор не смотрю. Да, в моей жизни были случаи, когда могла за счет мужчин сделать крутую карьеру. Но мне этого не надо. Не умею и не хочу.